Михаил Михайлович, поздравляю с победой вас и с первым местом сейчас в таблице. Что чувствует тренер Михаил Гауктионов, когда его команда сейчас занимает первое место в премьер-лиге? Да, вы знаете, если вы мне этот вопрос зададите в мае, это, наверное, будет более актуален. На сегодня есть игра, мы уже с вами неоднократно встречаемся, говорим, мы двигаемся от игры к игре и здраво стоим на ногах, не летаем в облаках. Есть игра, мы ее выиграли, двигаемся вперед, набираем очки, ребята крепнут, ребята становятся еще более организованнее, дисциплинированнее. Вы видите, что от них прет страстью, такой самодачей, хорошей юности. Поэтому честь и хвала им, что они эти моменты впитывают и бьются в каждой игре, потому что мы четко понимаем, что без этого сегодня никуда. И та самодача, которую они проявляют, вы знаете, как всегда, я их нацеливаю, надо завоевать публику. Вот когда стадион аплодирует, значит, мы идем в правильном направлении. Поэтому я их поздравил, но сказал о том, что это только начало. Мы не можем ни в какой эйфории пребывать, мы сами все прекрасно понимаем свои сильные стороны, понимаем свои недостатки, над которыми надо работать. Работы много и двигаемся поэтапно, и уже через несколько дней игра на кубок. Поэтому ее тоже надо к ней готовиться и решать задачу. Будете тренировать выходы к воротам 3-2, 2-1? Мы над этим и работаем. Вопрос, вы видите, сколько выходов. И исполнительского мастерства завершения немножко не хватило. Подходы-то есть, эти выходы есть, а конкретной точки чуть-чуть не хватило. Но вы видите, какие прекрасные голы мы сегодня забили. И ребята не жадничают, а дают друг другу передачу, взаимодействуют между собой. Ну вот это приятно смотреться. Спасибо. Роман. С Победой Михаил Михайлович, Роман Романов, Проспорт.Инфо. Вы говорите, на страсти играли от Самошников, Батраков, ну особенно Самошников. Вот он раскрылся, как кажется, да, там в каждой игре практически, ну выдает тот максимум, по крайней мере, то, что мы от него видели за все время. Это связано именно со страстью, о которой вы говорите, либо, может быть, еще в каких-то компонентах он добавил в последнее время. Самый главный ход – это стилистика игры, которая диктует, и та модель игры, которая диктует игрокам, в каких компонентах они могут раскрываться. Это скорость. У нас скоростная команда, быстрая команда. И те требования, которые мы подъявляем, они в этих требованиях раскрываются. Вот это вот нам очень важно понимать, да, у нас есть, еще раз говорю, подбор игроков на сегодняшний день, которые позволяют нам этим компонентом владеть. А то, что вы сказали о страсти, это, как бы, дополнительный плюсик к той работе, которая идет огромная, ежедневная, от матча к матчу. И как раз второй вопрос про подбор игроков. Как говорится, говорится, что вот, Локомотиву не хватит подбора игроков на весь сезон для того, чтобы пройти в таком темпе. Можно ли на эту проблему посмотреть с другой стороны, если ввести сейчас кого-то приобрести, ввести в состав, и вот эта химия, которая у вас сейчас есть, она может разрушиться за счет этого? То есть нужно ли приобретать игроков именно в стартовый состав? Я думаю, что любая команда и чемпионская команда хочет усилить, да, и те моменты определенные добавить, чтобы команда сделала следующий шаг в своем развитии. Мы это тоже прекрасно понимаем, но даже если такой футболист найдется, абонементов ни у кого нет в состав. Вот это вот самое важное. Будет игрок сильнее, будет он, даст определенные качества, да даже сегодняшние внутри, да, где надо ежедневно доказывать свою состоятельность. Потому что я исхожу от принципа «не Иванов так Петров, не Петров так Сидоров». Значит, плохо сыграл, не работаешь, значит, на твое место придет другой и будет доказывать и добиваться результата. Потому что за счет качественной работы, за счет организации, как я уже говорил, порядок бьет класс. Спасибо, Роман. Александр, у вас еще один вопрос. Михаил, мне хочется спросить у вас о двух игроках Сулейманова и Сарвели. Вот они уже несколько раз заметили, при этом же не считал, он постоянно выходит на замену. И, скажем, эффект определенный есть, он налицо. Они со своей ролью, вот, игроков, выходящих на замену, свыклись уже или нет? Или все-таки, как бы, все-таки есть такие игроки, которые действительно для тренера очень важны? Конечно, конечно. Но это важные, важные единицы в нашей команде, боевые футболисты. Я думаю, что, конечно, они не свыклись с этим, потому что они амбициозные ребята, они хотят играть. И они доказывают это постоянно. Но на сегодняшний матч есть выбор и есть стратегии. Мы постоянно проговариваем о том, что кто может по ходу матча выйти, усилить, переломить ход игры, если такая ситуация потребуется. Если нам надо, наоборот, сдерживать, и это немножко другой ход игры. Поэтому вот эти все моменты пошагово продумаем, потому что на сегодня, вот, я вам честно скажу, вот, думал, что с определенного времени выйдет Пеняев. Да, но, к сожалению, ход игры диктовал, что нам надо было перестроиться. Соперник выпускает второго нападающего, выпускает, еще больше отправляет туда Осипенко, да, усиливает давление. И, к сожалению, ему сегодня места не нашлось. Это не потому, что он плохой, а потому что сегодняшний ход игры диктовал так, что нам надо было какие-то изменения сделать. И мы это сделали. Мы выстроились в три центральных защитника и какие-то коррективы по ходу матча внесли и позиции поменяли. Поэтому это нормальный процесс, поэтому по ходу матча, еще раз говорю, вы вспомните, все в начале сезона обсуждали, как играет Локомотив. В два, в три центральных защитников, в пять, в шесть, в десять. Не схема важна. Игроки, игроки, которые в рамках определенных требований могут что-то и задач видоизменять. Спасибо. Михаил Михайлович, здравствуйте. С победой. Сейчас, как уже сказали, Локомотив снимает первое место. Можно ли сказать, что команда борется за чемпионство в этом сезоне? Да давайте без лозунгов. Ну что вы все как бы хотите вытащить какие-то, знаете, плакаты, лозунги. Мы идем, я же только что в начале сказал, мы идем пошагово. Конечно, мы топ-клуб, мы Локомотив, который борется. Вы думаете, что мы хотим бороться за энные какие-то места? Конечно, мы идем вперед. Смотрим вперед. И мы заявляем о том, что внутри себя, что каждый матч – это тот шаг, который двигает нас вперед. И только туда мы стремимся. Поэтому, а когда хищник почуял запах мяса, конечно, хочется его есть, есть, есть и потихонечку двигаться вперед. Михаил Михайлович, но здесь эти вопросы все, они правомерны, потому что перед чемпионатом, вы понимаете, но чтобы кто-нибудь сказал, что Локомотив будет через шесть туров на первом месте, ну, наверное, никто бы не поймал. Но вы же сами видите, сами задаете правильный вопрос с одной стороны, с другой стороны, сами же на него и отвечаете. Шесть туров. Что это? Некий промежуточный этап. Мы двигаемся вперед, двигаемся дальше. И еще раз повторюсь, есть игра на кубок и важнейшая игра с Краснодаром перед паузой на сборной. Поэтому по максимуму нас не расшатать, нас мы не, еще раз говорю, не убаюкать, потому что мы знаем, когда надо немножко людей встряхнуть, да, когда надо их похвалить. Ну, как бы не закончился чемпионат, все равно все будут вспоминать, что Локомотив был на первом месте. Тоже приятно. Спасибо. Спасибо.